Учения начинаются с этой минуты. Первый этап – тренировка движения отряда в составе колонны. Скорость автомобилей максимальная, как во время реальных ЧАЭС. Мы находимся в живописном месте на берегу реки Большая Липовица в Тамбовском районе, где уже с минуты на минуту будет развернут большой палаточный лагерь областного пожарно-спасательного центра. Место это для спасателей знакомое. Здесь неоднократно проходили локальные учения, но те, которые ожидаются в эти дни, станут самыми масштабными за последние 15 лет. Полевой лагерь оборудуется руками самих спасателей. Здесь, как и в повседневной работе этих бравых мужчин, важна не только скорость, но и аккуратность. Меньше чем через полтора часа чистое поле превращается в целый палаточный городок. Как известно, война войной. И сейчас самое время набраться сил перед главными испытаниями. Здешний шеф-повар, кстати, тоже из числа спасателей. Сами-то уже успели попробовать? Да, сам, конечно, первое, что попробовал сам. Человек, прежде чем накормить, надо на себе испытать. Испытать лично придется и многое из того, с чем сталкиваются люди, попавшие в беду. По легенде, эти работники ПОЖ-спас-центра помогают скалолазу, который серьезно повредил ногу, неудачно поднявшись в горы. Все задания выполняются группами по 8 человек. Роли распределяют внутри команды. Все, как в реальной работе. Итак, в результате этого этапа пострадавший хоть и ранен, но спасен. К слову, такой манекен весит не один десяток килограммов. А вот веревки, которые помогают спасателям в их работе, выдерживают нагрузку в более чем 2000 килограммов. Судьи периодически напоминают коллегам, что в их руках здоровье и жизнь человека. Гуманное отношение к пострадавшему в работе спасателя превыше всего. Эта группа во время выполнения задания не совершила ни одной ошибки. Но, как выяснилось, самое страшное случилось еще до начала операции. Вытащили и на месте уже определили, что он мертвый. Сама суть этапа – достать пострадавшего, не зная, что он еще пока не живой, не поранив его при поднятии. Увы, подобное в работе спасателя – обыденности. Если к тяжелым физическим нагрузкам можно привыкнуть тренироваться перед учениями, к слову, кто-то начал еще две недели назад, то избавиться от тяжести на душе иногда куда сложнее. Конечно, хотелось бы как-то сразу забыть. Конечно, хочется из головы выбросить. Не всегда получается. Природа, отдых – это в основном все, что помогает забыть. В эти дни вопрос об отдыхе даже не стоит. Кто-то ради участия в учениях и вовсе отложил заслуженный отпуск. В первый день тактика специальных учений в полевом лагере присутствует почти 50 человек. Современный спасатель, в первую очередь, это человек должен быть отважный и патриот своего дела. Несмотря на недостаточно высокий уровень оплаты труда, ряд вопросов по бытовому обеспечению приходится решать самостоятельно. Но все-таки это люди-патриоты своего дела и, конечно, тем, кому нужен адреналин. Полевая кухня работает параллельно учебным площадкам. Впереди еще целая ночь в лагере и второй день самых масштабных за всю историю ведомства учений.